Девушки отдыхают 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 жить около 200 человек. И выживают только благодаря поддержке волонтеров и военных. Это уже не первый раз привезли. Нам помогают военные, привозят одежду для детей, привозят какие-то продукты. В общем-то, за это им огромное спасибо. Продуктовые наборы и одежда для деток привозят постоянно. Подарки новогодние были. Среди вещей и игрушки. Их с радостью берут одинокие старики. Говорят, очень скучают по внукам. Людмила Алексеевна свою не видела с начала боевых действий. Сумоник медведик. А мучки моей здесь нет, поэтому буду сама разоваться. Да, разоваться. Одна зуба не будет напоминать мне мучки моей. Еще одна радость. У жителей Зайцева появился дополнительный генератор. Но уже месяц остро стоит проблема с топливом. Приходится выпрашивать бензин у приезжих. Семь месяцев село живет без электричества. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Нидерландах опубликовали результаты судебно-медицинского исследования предметов, нелегально вывезенных из Украины голландским журналистом Мишелем Спекерсом. Выяснилось, что один из них действительно фрагмент кости жертвы катастрофы MH17. Другие предметы это обломки самолета. Об этом говорится в сообщении Государственной прокуратуры Нидерландов. Отмечается также, что из-за отказа задержанного сотрудничать полиции пришлось изъять у него все носители информации с фото и видеоматериалами отснятыми на месте катастрофы. Я напомню, 9 января в аэропорту Амстердама полиция задержала журналиста Мишеля Спекерса, у которого были найдены предметы, похожие на обломки самолета. Нидерланды ратифицируют соглашение об ассоциации Украина-ЕС в первой половине этого года. Такое предположение выразил глава представительства ЕС в Украине Хук Менгарелли. Я напомню, в декабре 2016 28 стран-членов ЕС приняли решение, на основе которого премьер-министр Нидерландов Марк Рюте должен предложить правительству своей страны подписать соглашение об ассоциации в течение последующих нескольких месяцев. Британский парламент потребовала Терезе Мэй представить план по выходу из ЕС в течение месяца. Правительство должно публиковать его не позднее середины февраля, в том числе представить свою позицию по членству в едином рынке и таможенном союзе. Ранее премьер Великобритании заявила, что начнет формальные переговоры о выходе из ЕС в конце марта, за что подверглась критике со стороны политиков и представителей бизнеса. Я напомню, референдум о возможном выходе королевства из Евросоюза прошел в Великобритании в июне прошлого года. Победили сторонники Брекзита, однако суд Лондона постановил, что правительство не может начать процедуру выхода страны из ЕС без согласия парламента. Выстраивать внешнюю политику Франции, исходя из интересов только своей страны, пообещал кандидат в президенты Франсуа Фион. Сегодня правоцентристская партия республиканца официально выдвинула его своим кандидатам на пост главы государства. Я напомню ранее, Франсуа Фион победил на праймерис, потеснив бывшего президента Николая Саркази. Я буду объяснять свой проект, последовательно отстаивать свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями. Но двигаться зигзагами не буду. Я Франсуа Фион, а не Франсуа Оланд. Вашингтон в ожидании протестов. Активисты намерены сорвать инаугурацию Трампа. Новости с такими заголовками накануне разлетелись в СМИ. Кто они, люди, готовящие массовые акции, и насколько реальны их планы? Дмитрий Анопченко выяснил все подробности в Вашингтоне. Весь центр американской столицы теперь одна сплошная строительная площадка. На площадях и просто вдоль улиц сооружают грандиозные трибуны. С них люди будут следить за присягой Трампа и за парадом. Ожидают как минимум 800 тысяч зрителей. Поддерживать порядок будут 15 тысяч силовиков. Именно они по плану и должны оцепить центр Вашингтона, организовать так называемую зону оцепления, установить металлоискатели, парализовать их работу. И намерены протестующие. Они уже блокировали мосты на Манхэттене и туннель возле Капитолия, через который жители Вашингтона разъезжаются из центра столицы после работы. Устраивали шумные митинги на улицах и у Белого дома. Но оказалось, это была всего лишь репетиция. В соцсетях теперь призывают в день инаугурации прийти в центр Вашингтона раньше всех гостей, провести свой парад вместо официального, а затем заблокировать все 12 пунктов пропуска в зону оцепления. Для этого готовят 300 инструкторов, каждый из которых станет координировать действия сотен тех, кто присоединится к протестам. Целое движение началось с Орви 20 января. А еще активисты призывают тех, кто не может приехать в столицу, устраивать акции везде, где это только возможно. Начать тотальную забастовку и даже пикетировать посольство Соединенных Штатов по всему миру. Сколько человек присоединится к протестам организаторы, пока и сами не знают. Нашу просьбу об интервью тоже оставили без ответа. Видимо, по этой же причине пока что сказать нечего. Но вот полиция округа Колумбии уже сказала свое слово. Шеф полиции неоднозначно намекнул. Сделает все, чтобы не допустить срыва церемонии. Ну, полиции без этого хватает работы. Ведь помимо движения Сорви 20 января, которое никаких разрешений просить не будет, 27 инициативных групп уже получили разрешение на свои акции в день присяги и позже. В том числе даже любители марихуаны. Они будут раздавать самокрутки прохожим во время своего марша. И отчаянные домохозяйки, когда Трамп уже станет президентом певица Шер и актриса Скарлетт Йоханссон, намеренной привести к Белому дому сотни разгневанных женщин. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Вашингтон, Американское бюро телеканала Интер. Действующий президент Шабарак Обама на год продлил санкции против России, введенные из-за событий в Украине. В этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Действия и политика, из-за которых были введены эти декреты, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Тем временем, избранный президент Дональд Трамп после вступления в должность главы государства также намерен ставить в силе санкции в отношении России. Об этом он заявил в интервью престижному изданию The Wall Street Journal. При этом Трамп уже назвал условия возможной отмены или ослабления санкций. По словам избранного президента, это может случиться, если, цитирую, сотрудничество с Россией, с Российской Федерацией будет полезным. Предвыборные кибератаки в США будет расследовать американский Сенат. Парламентарии заявили, не хотят полагаться на доклады спецслужб и намерены сами проверить информацию о возможном влиянии России на ход выборов президента США. Для этого планируют опросить избранного президента Дональда Трампа и представителя администрации Барака Обама. Также проверят подготовленный ранее американской разведкой доклад об атаках на серверы демократической партии. В Европе продолжает свирепствовать непогода. На этой неделе она уже унесла 65 жизней. Во Франции паводки оставили без электричества 350 тысяч домов. А на восточном побережье Великобритании готовятся к наводнению. От высокой воды могут пострадать Нидерланды. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Германии. Там ожидают сильные снегопады. Пять смертей, десятки обморожений и тысячи эвакуированных в Европе в эту морозную зиму очень не сладко приходится иммигрантам. Как беженцы спасаются от снега и холода и почему не хотят принимать помощь? Наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко разбиралась. Палатки от Организации Объединенных Наций хоть и удобные и вместительные, но совершенно не приспособлены к суровым погодным условиям. Неожиданная европейская зима просто смела палаточный лагерь в Греции. Сотни мигрантов оказались на морозе в одеялах вместо курток. Я не спал всю ночь, как можно заснуть в такой холод минус 20. Мое одеяло превратилось в ледышку. В ООН привычно обеспокоенной ситуации рапортуют о тех, кто насмерть замерз таких пятеро и о тех, кто отказывается перебираться в официальное убежище, а так живет в заброшенных зданиях, надеясь только на удачу и теплую еду от благотворителей. Мы переселили тысячи людей в лучшие условия на греческих островах, но ситуация остается очень опасной для многих, в том числе для семей с маленькими детьми. Для большинства беженцев из жарких стран этот снег первый в жизни. Ребята и взрослые, несмотря на проблемы, не упускают возможности побросать снежки или слепить снеговика. Для детей здесь очень холодно, в Сирии такого не бывает. Мы тут живем не в городе, а посреди поля в контейнерах и негде согреться. Тем временем в Италии спасли 800 переселенцев. В шторм они едва не разбились на небольшой лодке. Спасатели рискнули выйти в море в непогоду и обнаружили горе путешественников. Они, скорее всего, пополнят ряды тех, кто живет в центрах для беженцев, а в худшем случае ряды бездомных, которым вожделенная Европа устроила суровый прием. Оксана Кундеренко и Валентин Белич подробности Европейское бюро телеканала Интер. Не оставляет непогода и Украину. В Закарпатье уже вторые сутки засыпает снегом. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях для проезда грузовиков перекрыты трассы. Правда, сегодня осадки не такие сильные, как накануне. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на трассу Мукачево-Рогатин, это в Раховском районе, сошли четыре лавины. Никто не пострадал. Дорогу расчищают, проезд обеспечен по одной полосе. А в Переченском, Великобрезнянском и Свалявском районах, где много санаториев, обесточены более 30 населенных пунктов. Провода рвутся под тяжестью налипшего снега. Спасатели добираются к аварийным участкам, чтобы начать ремонт. В низинных районах области потеплело, снег начал таять, улицы превратились в реки. Снегопад должен прекратиться ночью. Далее синоптики прогнозируют морозы и гололед. А вот жители Прикарпатия не могут пользоваться транспортом совсем по другим причинам. Там резко выросли цены на междугородние пассажирские перевозки. Разница от 3-5 до нескольких десятков гривен в зависимости от протяженности маршрута. В чем причина такого скачка цен выясняли мои коллеги. Светлана с подругой живут в селе Липовка. На работу в Ивано-Франковск за 15 километров ездят автобусом. Еще на прошлой неделе за проезд платили по 9 гривен в одну сторону. Теперь по 12. Каждый день по 12 гривен это очень много. Пока что день в день рассчитывать выходит сумма а зарплата у нас не поднимается. Надежда тоже начала подсчитывать во сколько ей обойдется проезд к маме. К ней в Ивано-Франковск женщина часто ездила из Коломии. Теперь будет навещать реже. Цена проезда по ее маршруту выросла на 20 гривен. Это было 25-27 гривен плюс-минус до 30 гривен это уже максимально. Но сейчас билет стоит 45 гривен это уже смешно. Чтобы теперь к маме привезти мне детей к маме мне примерно пів тысячи чтобы у меня трое диток я, муж и трое детей туда и назад пів тысячи привезти. Билеты подорожали почти на всех направлениях рассказывают работники автовокзала. Чем отдаленнее село тем выше цена. Это перевезники написали заяви на рахунок подвищения тарифов потому что збільшилась цена на опалення на запчасти и так далее. И это они ходили в Держадміністрацию згідно цього они написали заяви за 1 км 60 копеек. Повышение цены на проезд шаг вынужденный убеждают перевозчики мол постоянно дорожает и топливо и запчасти и налоги растут. Перевезение сбытовое треба автобусы ставить все под паркан и принимать решение что дальше робити. Напевно это еще не последняя цена. Если будет все зависит от того поднимается солярка и запчасти однозначно треба выходить с той ситуацией яка поднимать цены на проезд. Роста цен на проезд следовало ожидать говорят эксперты ведь с повышением минималки до 3200 гривен цены поднимутся вообще на все. Так званное подвищение минимальной зарплаты это фикция то бто те гроши и навіть якщо их буде больше паперів в кишенях они будут означать еще меньше а не то что было до нового року. В облгосадминистрации которая позволила повысить цены на проезд и согласовала их с перевозчиками прокомментировать насколько обоснованы новые тарифы нашей съемочной группе не захотели попросили перезвонить в понедельник. Наталья Савченко Жанна Дудчак Зиновия Автонас подробности телеканал Интер Ивана Франковск Более 100 человек пришлось сегодня эвакуировать из центральной районной больницы в Теребовле это Тернопольская область там в 9 утра случился пожар загорелся подвал дым быстро заполнил кабинеты и палаты спасатели эвакуировали 30 посетителей 15 врачей и 80 больных среди которых 8 тяжелых никто не пострадал огонь удалось полностью потушить за полчаса тем не менее пламя успело уничтожить электросчетовую двери и 3 окна причину возгорания еще устанавливают споры вокруг социального эксперимента не утихают в Швеции там били 6-ти часовой рабочий день 2 года в нескольких скандинавских городах шведы работали по сокращенному графику результат оказался неоднозначным все подробности в нашем сюжете труд облагораживает только если в меру в европейских странах не первый год дискутируют по поводу сокращения трудового времени но в условиях кризиса власти всячески пытаются увеличить количество рабочих часов что естественно вызывает протесты в обществе многотысячные демонстрации против таких намерений в прошлом году прошли в Бельгии и Франции хотя сравнительно там и так немного работают в Бельгии 38 часов в неделю а во Франции и вовсе 35 но по данным Блумберга в такого режима придерживаются только госорганы частный сектор трудится в среднем больше 40 часов когда мы говорим о негативах французской экономики 35-часовой рабочий день высокие налоги то речь идет о конкурентности это не вопрос продуктивности продуктивность во многих европейских странах довольно высока потому что они работают на несколько часов больше практика сокращенного рабочего дня временно действовала в нескольких городах Швеции вот в этом доме престарелых в Гетеборге в апреле 2014 разрешили работать в день 6 часов вместо обычных 8 за ту же зарплату нянечки остались довольны казались выгоды видела и начальство а через 2 года начали подсчитывать убытки на 17 дополнительно нанятых людей ушло 1,3 млн в Гетеборге слишком много для одного дома престарелых поэтому скоро здесь вернутся к обычному графику но есть другие сферы где такой режим может быть выгодным считают в городской администрации невозможно доказать эффективность труда лишь рабочим временем наша станция по ремонту авто например давно перешла на 6-ти часовой рабочий день при таком графике люди работают продуктивнее у них больше клиентов у нас есть и другие примеры успешных бизнесов которые тоже перешли на сокращенный рабочий день официальная картина занятости европейцев выглядит так по количеству рабочих часов в год меньше всего трудятся французы 1646 часов по статистике Евростата в Швеции 1664 часа в год в Бельгии 1758 если бы в список поставить Украину то мы заняли бы третье место из 30 стран разместившись между Грецией и Болгарией каждый украинец в среднем за прошлый год наработал 3008 часов Юлия Мендель Вадим Сверидонов подробности Брюссельское бюро телеканала Интер останки известного украинского поэта и писателя Александра Олеся передадут Украине Чехия дала добро об этом на своей странице в Твиттере сообщил президент Петр Порошенко я напомню в 1944 году Александра Олеся похоронили на Ольшанском кладбище в Праге по чешским законам ренту за место там должны платить родственники или друзья примерно 20 тысяч крон это около 20 тысяч гривен за 10 лет до недавнего времени за могилу Олеся платил его друг выходец из Украины Владимир Михайлишин но недавно он скончался и сын решил похоронить отца в могиле Александра Олеся его останки были принудительно эксгумированы почему главный преступник времен Второй мировой до сих пор остается почетным гражданином одного из городов Германии и за что в КНР запретили покемона об этом и не только в нашем международном обзоре в США нашли девушку которую похитили 18 лет назад Камию в роддоме забрала женщина которая представилась медицинским сотрудником похитительницей оказалась 50-летняя Глория Уильямс все эти годы она жила под вымышленным именем новость сообщили биологическим родителям Камии с кем жить дальше она будет решать сама во время суда над Уильямс девочка рыдала и говорила что очень ее любит Знак мира или пальцы в форме латинской буквы V могут угрожать личной или даже национальной безопасности уверены в Японии ученые доказали со снимков где люди демонстрируют знак ПИС можно считать отпечатки пальцев для этого продемонстрировали рисунок пальца с фото сделанного на расстоянии 3 метров злоумышленники могут воспользоваться данными и взломать к примеру охранную систему Покемон Го вне закона в КНР госуправления по делам печати радиовещания кинематографии и телевидения запретила игру на территории страны объяснили решение тем что приложение опасно для жизни по словам чиновников для некоторых граждан игра обернулась летальным исходом кроме того власти обеспокоены вопросами географической информационной безопасности из-за данных геолокаций используемых во время игры ватсап опасно посылать секретное сообщение в программе нашли лазейку для мошенников и спецслужб уязвимой оказалась система шифрования сообщений из-за нее хакеры и правительственные органы могли беспрепятственно получать доступ к частным перепискам но в компании ватсап опровергают информацию хотя ранее заявляли что знают об этом упущении но исправлять его пока не собираются суд принял решение о расторжении брака актеров Джонни Деппа и Эмбер Херт скандал с домашним насилием закончился обязательством Деппа выплатить бывшей супруге 6,8 миллиона долларов от экс-мужа Херт получила также два коллекционных автомобиля двух собак и лошадь Деппу остались все особняки и машины в Германии пытались лишить Гитлера звания почетного гражданина но не смогли еще с 30-х годов прошлого столетия нацистский фюрер является почетным гражданином города Маркшургаст в Баварии городской совет утвердил что Адольф Гитлер не имеет отношения к Маркшургасту но по законодательству только живых людей можно лишить звания поэтому Гитлер так и остался в почетных списках города Польше начали строительство самого высокого небоскреба в стране 310-ти метровое здание появится в столице площадь будущей высотки составит 140 тысяч квадратных метров дом спроектировали британские архитекторы в середине расположится офисное помещение но останется место и под магазины кафе и рестораны строительство планируют закончить в 2020 году щедрый вечер или как говорят в народе Маланку вчера отмечала вся Украина в городах и селах от дома к дому ходили с песнями о том как праздничные щедривки услышали даже в самых отдаленных уголках страны расскажет Ольга Теребинская эта заснеженная дорога привела вчера столичных активисток в один из самых заброшенных уголков Украины в Чернобыльскую зону десятки как их называют самоселов вот уже 30 лет не слышали традиционных праздничных песен и не принимали у себя калядников но в такой праздник уверяют девушки дарить радость необходимо каждому активистки рассказывают несмотря на трагический жизненный опыт люди в селах зоны отчуждения не теряют душевную радость энергию и любовь спели песни получите гостинцы так принято благодарить калядника в Украине но активистки в этот раз решили изменить традицию и сами несли подарки в каждый дом а в знак благодарности хозяева им также пели праздничные песни главное в этой поездке показать людям в селах зоны отчуждения что они не одиноки что о них не забыли и такие поездки говорят активистки должны стать для украинцев новой традицией Ольга Теребинская подробности телеканал Интер на этом все больше новостей на нашем сайте подробности я прощаюсь до завтра приятного вам вечера и побольше хороших эмоций Субтитры создавал DimaTorzok